приветствую всех на канале raider pro меня зовут и это честный обзор на камеру сука с 300 а также сравнение с gopro hero 5 и сука с 100 pro погнали стоимость камеры сука с 300 на алиэкспресс сейчас в среднем составляет 7500 рублей за стандартную комплектацию я брал комплектацию с внешним микрофоном и дополнительные батареи за 8500 рублей декабре 2017 года все эти суммы с учетом всяких купонов и скидок алиэкспресс и продавцов для сравнения камера сука с 100 pro это предыдущий флагман компании сука с бюджетным процессором новотек 96 660 который ставится на средне бюджетные камеры я брал за 5400 рублей в августе 2017 года также со всеми скидосами от алиэкспресс и также для сравнения gopro hero 5 сейчас стоит примерно 20000 рублей интересно в комплектации камеры сука с 300 можно отметить фирменный чехол переноску сделанный специально для с 300 и с 200 камер весьма вместительный так а также ключ для затягивания винтов креплений очень полезная вещь если нужно где-то что-то сильнее затянуть или открутить странно в комплектации сомнительное своем удобстве крепления на велосипед ну или на другую трубку какой-нибудь так это выглядит странно тем что здесь обратно выкручиваем винтов попробовал мне не очень понравилось с одной стороны снимается концентрация снимается еще сразу подъемку то есть если прямая то отняться полностью вот так же странно это раздельные крепления дополнительные на липучке то есть вот крепление вот очень странные дела потому что во всех остальных бюджетных камерах идет комплектация самоклеящими креплениями сразу вот так вот это примеру от сука с 100 про по-моему так удобно на мой взгляд качество видео сука с 300 не хуже чем у гупро херу 5 серьезно чтобы не быть голословным сейчас покажу примеры снятые в ночное время на склоне примерно одинаковыми настройками на с 300 и гупро 5 full hd 60 fps со стабилизацией а вы сами сможете сравнить а а а а а а а по и пробуй пробежаться немножко а а а а а а а Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok По итогам сравнения, сказать, что S300 снимает хуже, чем GoPro 5, я не могу. Если не считать, конечно, бликов от фонарей, скорее всего из-за замерзшего суперского аквабокса. Также одной из основных фонарей является функция Lean Distortion Correction или выравнивание искажений от широкоугольных объективов. Сейчас продемонстрирую видео без коррекции и с ней. Следующим плюсом S300 считаю то, что FPS не проседает в темное время суток при Full HD 60 FPS, но на бюджетных камерах бывает сплошь и ряда. Также, в отличие от GoPro 5, у S300 есть посадка под штатив 1.4 дюйма. А это значит, что ее можно устанавливать на него без дополнительных креплений или переходников. На этом плюс и все. Первый и самый главный минус – отвратительный звук. Серьезно, у бюджетной E-Kino H9, а это, между прочим, камера за 2000 рублей, звук это лучше. Причем звук фиговый, что в боксе, что без бокса. Только внешний микрофон хоть как-то вытягивает. Проверка звука Проверка звука Проверка звука Проверка звука Проверка звука Но чтобы в поседневке использовать микрофон, нужно либо пилить бокс, либо снимать без него. А это не очень удобно. Второй главный минус – это то, что дефолтный аквабокс на самом деле вовсе не аквабокс. Крышка с сенсорным экраном не предусматривает погружение даже на метр. Чтобы погружать камеру на глубину, нужно крышку заменить на сплошную черную. Благо, она идет в комплекте. Забавно, что нигде это не указывается. Я таким образом чуть не утопил камеру при погружении меньше метра с дефолтной крышкой. Только лишь немного залив камеру. Ну и само качество аквабокса не внушает доверия. Я бы не стал выпускать камеру в нем ниже метра пятидесяти, даже с замененной задней крышкой. Но это не точно. Третьим главным минусом является то, что камера разряжает батарею даже в выключенном состоянии. То есть, если вы зарядили камеру, оставили батарею в ней, через неделю захотите поснимать, заряд батареи будет процентов 50. А какого хрена? Собственно, все, кто получает камеру за две недели и дольше, получают камеру с одной убитой батареей. Также к большому минусу можно отнести отсутствие теплоизоляции. При морозе минус 10 лучше на нее не рассчитывать. Батарея дохнет только так. Когда я снимал параллельно с GoPro 5, одна батарея GoPro-шки разрядила всего лишь на 60%. За то время, когда три батареи от S300 вдохли полностью. Это невероятно! И это еще с учетом того, что я грел камеру и батареи на радиаторах отопления. Следующий минус – это сырость прошивки. Ребята явно торопились с большой распродажной Али 11 ноября. Из основных минусов прошивки, на вскидку могу назвать режим HDR для фоток. В нем лучше не снимать вообще. Камера заметно подвисает. Охрененно быстро! Также камера периодически виснет сама. Особенно, когда пытаешься просматривать отснятые материалы. Ну и нельзя не отметить, как себе сборка. Возможно, это мне достался такой экземпляр. Но вот смотрите сами. Тут вот неровная поверхность. А в ней находится щель, через которую просвечивается светодиод. Если сравнивать S30 с флагманской камерой предыдущего поколения, от той же СУКа, то можно заметить ряд существенных улучшений. Экран у S300 стал заметно тускнее, чем на S100 Pro. А также, он практически не виден под углом. Отсутствует голосовое управление. Серьезно, полагание просто не успели его вкрутить до 11 ноября. И решили выпустить так. Так как ранее на презентациях они указывали, что такая возможность будет. Отсутствует возможность подключения GPS-модуля. Хотя до сих пор заявлено, что такая возможность есть. Просто, СУКа, еще не выпустил GPS-модуль совместимый с S300. Непонятно по какой причине промежуточный формат microUSB, который постепенно отмирает, но еще довольно популярен, был заменен на давно устаревший мини-USB, вместо того, чтобы использовать современный Type-C. Просто какое-то безумие. Звук. Но о нем уже упоминал. Просто скажу, что на S100 звук нормальный. А в S300... Я очень! Пульт управления стал сильнее по дизайну. Но из-за того, что его нужно каждый раз сопряжать с устройством по Bluetooth вручную, а в случае смены батареи или зависания, каждый раз делать это повторно, я ни разу не использовал его на практике. Кроме как по тестов, что он вообще работает. Напомню, что на S100 Pro пульт стандартный для бюджетных камер. Подключается автоматически. Нахрена надо было заморачиваться с этим сопряжением и заменой культа, я не понимаю. Про аквабокс, который не аквабокс, я уже упоминал. Оперировать камерой, замененной черной крышкой, невозможно. Кроме как включить-выключить запись. У S100 Pro хотя бы есть возможность кнопочного управления. Но и материал, из которого сделан аквабокс S300, не внушает доверия. А у S100 Pro аквабокс стандартный. Опечалил вот так же невзаимизменяемость батареи и зарядных устройств. К S100 Pro подходили батареи от Yekin и CG Cam и более ранних сухо. Но их использование не совсем корректно и могут возникать проблемы с застреванием батареи в камере. Но они все же работали и заряжались одним внешним зарядным устройством. А вот у S300 батарея другая. А внешнего зарядного устройства до сих пор нет. Ну а по основным форматам и режимам, S300 конечно выигрывает у S100 Pro. Обещанное сравнение с примерами будет в отдельном видео. Ну так я и знал. Так как данный обзор и так затянулся. И вам наверное уже надоела эта мелодия на фоне. Лично я камерой в целом доволен. Своих 7500 рублей она наверное стоит. Накачает лишь дерьмозвук и технические проблемы с разрядкой батареи без включения камеры. Ну и напоследок просто продемонстрирую съемку в слоу-моу при высокократном замедлении. Субтитры сделал DimaTorzok. Ну и стандартно, подписывайтесь, ставьте лайки и распространите среди жильцов вашего ЖЭКа.